Всем привет, дорогие друзья! Наверняка многие из вас знают глагол GETS и что у него есть огромное количество значений, мы его употребляем во многих, во многих контекстах, во многих смыслах и так далее. Но есть некоторые моменты, когда мы его употреблять не можем. Если вы о них не знаете, посмотрите это видео. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English Life. Поехали! Во-первых, мы не можем использовать глагол GET в значении изменяться. Например, я могу сказать I got tired. Я устала. Но это тоже какое-то изменение. Я стала уставшей. Однако, если мы говорим о каких-то физических изменениях, либо изменениях в характере человека, либо во внешности, мы не можем употреблять GET. В этом случае мы употребим глагол GO. Например, GO MAD. Стать сумасшедшим. Или GO BOLD. Стать лысым на полосеть. Или GO GREY. Посидеть. Стать седым. GO BLIND. Стать слепым. Вот в этом случае мы используем только GO. Также мы используем GO, когда мы говорим о каких-то внезапных и особенно негативных изменениях. К примеру Да, ему было стыдно и его лицо покраснело. Да, это произошло неожиданно. Ну и изменения, очевидно, не очень позитивные. Да, неожиданно. Небеса потемнели и начался дождь. Да, опять же, внезапная перемена. На suddenly здесь у нас даже наречие есть. И негативное. Нам всё почернело, начался дождь. И ещё мы используем глагол GO, когда говорим о постепенном изменении именно цвета. Например, То есть, странички в книжке пожелтели в течение многих лет. То есть, вот это вот постепенное изменение цвета мы употребляем с глаголом GO. Дальше есть у нас ещё похожий по смыслу глагол TURN. Вот его мы используем просто, когда говорим об изменении цвета. Да, вот не о постепенном, не о внезапном и негативном, а просто об изменении. Например, Когда томаты краснеют, фермеры их собирают и продают. Да, просто краснеют, меняют свой цвет. Или Листья на деревьях стали жёлтыми. Да, просто мы говорим, опять же, об изменении цвета. Не постепенно, ничего здесь дополнительного какого-то значения нет. Дальше. Наверняка вы знаете, что у GET есть синоним BECOME. То есть, становиться. Вот они абсолютные синонимы. Однако, BECOME мы чаще всего используем в более формальных ситуациях. То есть, предпочтительнее именно BECOME использовать, например, в эссе, если вы сдаёте какие-то международные экзамены. Или использовать также его в каких-то официальных текстах, официальных письмах и так далее. Однако, однако, мы используем только BECOME, а не GET с такими словами как extinct, исчезнуть с лица земли, например. Popular, homeless и famous. То есть, мы не говорим GET extinct, исчезнуть. Мы говорим BECOME extinct. Или BECOME popular – стать популярным. Или BECOME homeless – стать бездомным. Например, due to the environmental changes, a lot of species may become extinct. Из-за изменений в климате очень многие виды животных могут исчезнуть с лица земли. Вот такие дела на сегодня. Надеюсь, это видео вам будет полезно. Оставляйте комментарии. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте нам пальчик вверх. Я вам желаю успехов во всём. And see you very soon! Субтитры сделал DimaTorzok